В прямом эфире сейчас ко мне присоединяется из штаба КПРФ Михаил Акинченко. Михаил, здравствуйте. Как комментируют первые результаты коммунисты? Да, добрый вечер. Ну, надо сказать, что пока никаких комментариев от представителей КПРФ не поступало. Десятки журналистов собрались сейчас здесь, во дворе у штаба КПРФ, в ожидании каких-то комментариев от представителей партии. Мы видели, что сюда уже приехал Геннадий Зюганов, но он не стал останавливаться перед телекамерами и пообещал дать свою оценку прошедшим выборам и результатам голосования чуть позже. Пока же вход в штаб для журналистов закрыт. Мы можем оценивать происходящее там, только наблюдая за передвижениями, которые видны через освещенные окна. И надо сказать, что там достаточно оживленно. Сюда в штаб стекается вся информация не только из Центральной избирательной комиссии, но также из региональных предвыборных штабов. От наблюдателей КПРФ, которые работали практически на всех избирательных участках. И, как вы правильно сказали, сейчас все ждут разрешения вот этой главной интриги, предвыборной интриги. Кто же займет все-таки второе место? Дело в том, что, напомню, всего за неделю до выборов результаты опросов показывали, что коммунисты делят практически те же самые позиции с либерал-демократами Жириновского, набирая не более 15%. Тем не менее, вот еще до начала нашего эфира нам удалось пообщаться с некоторыми представителями Компартии. Они сказали, что они все-таки рассчитывают, что за минувшую неделю им удалось упрощить свое положение. И они все-таки надеются сохранить вторую по численности фракцию в Госдуме. Напомню, что в прошлый раз на предыдущих парламентских выборах в 2011 году за коммунистов проголосовали 19% избирателей. Сейчас КПРФ очень рассчитывает, что за прошедшие пять лет им удалось увеличить количество своих сторонников и превысить 20% порог. Поздравляем вас с завершением выборной кампании. Для нас она завершится чуть позже. Мы ведем параллельный подсчет. Кто за последние сто лет показывал лучшие результаты? Показывала в Компартии нашей страны, когда 30 лет темпы были выше 16%. Из полуграмотной страны превратили ведущую державу мира в космическую державу и добились даже ракетно-ядерного паритета. Кто за последние 30 лет показывал лучшие результаты? Компартия Китая, реформа Ден Цепина, за 30 лет дали средние темпы 12%. Кто сумел ограбить полмира? Те же американцы, где две буржуазные партии, ничем не отличаясь, поставили доллар во главе угла и продолжают дальше душить экономику. КОНЕЦ КОНЕЦ